Уважаемые коллеги, начнём заседание, посвящённое скринингу рака шейки матки. Первый доклад предоставляется Ахте Антила, Финляндия. Цитологический скрининг от доказательства к внедрению. Пожалуйста. Большое спасибо. Я буду говорить о тенденциях в области скрининга шейки матки. Уже долгое время велись разговоры о том, что высококачественный, хорошо организованный скрининг может сократить заболеваемость рака шейки матки более чем на 80%. Это данные 2005 года ВОЗ. Естественно, есть более старые когортные исследования, которые являются очень информативными. А также существуют тенденции среди популяции, которые есть данные по влиянию рака шейки матки, которые являются основой цитологического скрининга и программ в сфере цитологического скрининга. А также была продемонстрирована эффективность тестирования. Существуют, однако, другие методы, которые находятся в широком использовании. Сейчас также, что касается профилактики, то есть, конечно, тоже данные, которые доказывают эффективности. Но были проведены рандомизированные исследования. Вот это классические данные. Это снижение процентного соотношения в кумулятивном уровне и инвазивной карциномы шейки в диапазоне возрастном 35-64 года с различными частотами скрининга. Это данные 1986 года. Вот частота скрининга, процент снижения и количество тестов. Вот здесь показаны скрининговые интервалы, которые инвесивно коррелируются с количеством тестов. То есть, скажем, пятилетние исследования. Это цифра снижения 83,6 и количество тестов 7,8. И за трехлетний, интервал трехлетний здесь требуется, здесь цифры другие, это 98. Естественно, количество тестов очень важно. Но необходимо соблюдать баланс и плюсов, баланс и взаимосвязь со стоимостью. Естественно, нужно думать о том, как осуществляется скрининг женщин, как, например, им высылать приглашение, сколько скринингов нужно сделать в течение жизни для женщин. Есть показания, что чем больше таких проверок, то меньше покрытие в течение одного раунда приглашения. Чем меньше раундов приглашения, то лучшие шансы осуществить такое высокое покрытие. На самом деле, надо сказать, что если посмотреть на риски для женщин, которые были протестированы раньше, то здесь нет недостаточного количества данных. Но, правда, было проведено исследование в Англии в возрасте 22-24 года. И вот влияние также было оценивалось, влияние такого скрининга уже на более поздних стадиях жизни таких пациентов. Что касается анамнеза шейки, неоплазии, шелки, интервипетериальной имплазии, шерки матки, это CIN аббревиатура, и рака шейки маты. Здесь нужно смотреть на длительность фазы до возникновения рака в среднем 10-12 лет. Это особенно характерно для периода 5-15 лет. Именно поэтому длительность этой фазы, именно почему скрининговый интервал имеет большого значения, чем меньше интервал, он не оказывает такого влияния. Также балансы минусов и плюсов, вреда и пользы. Не все предраковые состояния будут прогрессировать. И регрессия, и прогрессия возможности развития CIN, неоплазии, к инвазивному раку. Вот здесь показано. 16% в формах, которые загрессированы при возрасте 18-34 года. И 60% очагов, обнаруженных в возрасте 35-64 года. То есть, когда мы думаем, конечно, при нашем подходе о балансе, вреда и пользы, мы должны думать о таком примере, что все это достаточно проблематично. Вот, например, скрининг для женщин до 30 лет. И существует очень большая вариативность. И, соответственно, есть необходимость выбрать наиболее оптимальную политику. Надо сказать, если прогрессия, например, выше среди женщин более старшей возрастной группы, здесь мы должны понимать, как важно соблюдение этого баланса. А вот это основные результаты анализа. Это сводный анализ эффективности тестирования на вирус папилломы. По сравнению с цитологическим скринингом было приведено 4 европейских рандомизиновых исследования. И здесь мы видим скрининг на HPV, а также может еще усовершенствоваться. И с высококачественной цитологией здесь большое влияние, и можно достигнуть очень хороших результатов. И есть, конечно, половина случаев рака шейки матки, которые можно предотвратить будущим использованием высококачественного тестирования на вирус папилломы человека. Но мы должны помнить, что это просто изучение эффективности. А есть в этих исследованиях очень много различий в сравнении с рутинными программами и рутинными тестами на вирус папилломы человека. И здесь нет одной единой модальности в подходе. А есть очень много пилотных или региональных практик в таких странах, как Швеция и Нидерланды. Они планируют первичные тесты на вирус папиллома человека. Но сейчас, безусловно, нет такой завершенности в подходе в отношении программ разработки тестирования на вирус папилломы человека. Это некие результаты соотношения пользы и вреда. И когда мы сравниваем скрининг на HPV, цитологический скрининг, то есть польза, усовершенствованная эффективность против ЦИН-3 плюс ракширки матки. Но, конечно, существует еще и вред. Вот этот HPV-тест позитивен во многих странах гораздо чаще, чем будет показывать цитология частично среди молодых возрастных групп. И мы можем часто наблюдать агрессивные опухоли СИН. И на самом деле HPV-тестирование и скрининговая политика и организации должны приобретать все более значимые сравнения с этологическими. И вот это данные ВОЗ по смертности, которые касаются рака шейки, матки, среди женщин, живущих в Европе. В принципе, у нас, например, есть такие регионы, которые показывают, что начало скрининга был тот же самый уровень смертности в центральных, северных и южных областях. Но скрининг затем был введен в 50-х, 60-х и 70-х годах и в некоторых странах чуть позже. И очень большое снижение нагрузки произошло в результате действия скрининговых программ. Если скрининговые программы в этих странах организовывались лучше тогда, чем сейчас, например, они бы увеличили покрытие, качество, я думаю, что здесь тоже можно было бы достигнуть еще в то время, снижение показателей еще даже в то время. И, естественно, вакцинация и покрытие вакцинации – это тоже очень значимый момент. Что сейчас волнует на европейском уровне? Большое количество стран все-таки до сих пор сталкиваются практически с теми же трендами. Только еще не во всех странах есть история скрининга, но не во всех странах также используются валидационные данные, проверенные данные. Вот это пример скрининговой политики шейки в странах Европейского Союза, Австралия, Дания, Финляндия. Вот, скажем, в Финляндии у нас от семи до девяти тестов, начиная с 25-30 лет до 60-65 в целевых группах. И скрининговый интервал, например, пять лет. А существуют также оппортунистические тесты, непопуляционные тесты и скрининговые интервалы, там и другие. В Словакии они начинают в 18-18, но, тем не менее, вот здесь необходимо всегда сопоставлять и сравнивать плюсы и минусы. Мы сравниваемся со Словакией, потому что у нас примерно такое же население. В Финляндии мы организуем очень много программ, оппортунистических тестов, но у нас сейчас удвоилось количество тестов в год в Словакии, поскольку у них тоже есть политика, у них 700 тысяч таких тестов в год, это еще больше, чем в Финляндии, и покрытие не всегда удается создать, потому что нет системы оценки и мониторинга, которая бы на индивидуальном уровне позволяла оценивать ситуацию. А это оценочные данные, которые характерны для Финляндии, это прогнозируемые тренды в сфере смертности от рака, шейки, матки в некоторых европейских странах. Скажем, в Словакии примерно тот же самый уровень, что и в Финляндии, несмотря на то, что это масштабная распространенная деятельность. Очевидно, что такие популяционные тренды связаны с тем, что не все идет так, как надо. То же самое, те же самые истории в других странах. Где скрининг-программа может потерять свою эффективность? Например, если нет системы приглашений женщин, несмотря на чистоту, например, если даже в некоторых частях популяции скрининг осуществляется часа, раз в году, тем не менее, не все женщины охватываются. То есть, многие женщины остаются вне скрининга, или недостаточный скрининг, даже если большая пропорция населения часто проходит скрининг. И нужна хорошая информация среди населения. И медицинский персонал является ключевым участником достижения оптимальной скрининговой политики. Также отбор диагностических ошибок в скрининге очень важен. И также использование невалидных методов. Тут тоже очень интересное поле для деятельности. Также управление ошибками, диагностические ошибки в сфере подтверждения, выхода из лечения или выхода из контрольного наблюдения, несоответствующее лечение. Необходимо, конечно, разработать список критериев, которые не всегда работают. И также нам необходимо рассматривать оптимальное лечение ракошетки матки. Здесь не все еще в порядке в Европе. Да, есть в рамках таких программ много неудач. И необходимо совершенствовать все эти программы и подходы. Уже очень много данных. Мы знаем, что скрининг может быть эффективным при системе... Несколько слов о последних тенденциях, последних тенденциях о критериях качества в рамках Евросоюза. Это электронная копия. Прежде всего, необходимо разработать протоколы. Эти протоколы представлены, как проводить исследования на вирус папиллома человека. И также, по какому протоколу проводить вакцинацию. Что касается организаций, нам необходимо прежде всего привлекать экспертов по разработке данной программы скринирования. Необходимо обеспечить качество проведения скрининговых программ. И в любой программе необходимо применять мультидисциплинарный подход. Для тех, кто... Основные принципы, когда мы рассматриваем принципы скринирования в отношении рака, шейка, матки, необходимо, чтобы был широкий охват населения, чтобы были разработаны интегрированные всеобъемлющие принципы по обеспечению качества. Разработана пошаговая система скринированная. И очень важно, чтобы различные государственные уровни были вовлечены в данную программу. Необходимо принимать решение, когда внедрять программу тестирования и скринирования в отношении вируса папиллома человека. Необходимо, чтобы программы скринирования проходили на широком популяционном уровне. Очень важно также иметь очень хорошую координирующую систему. Систему так называемых всеобъемлющих и интегрированных мандатов. И, конечно же, для любой страны необходимо обеспечение ресурсами и международное сотрудничество. А это, например, как мы будем увеличивать покрытие и охват населения. Например, первый уровень доказательной медицины, уровень 1А. Это систематический обзор мультицентровых клинических исследований в отношении эффективности программ скрининга. Скрининг должен быть бесплатным для женщин. Должен быть разработан определенный график, выверенный график индивидуализированного характера. Необходимо посылать приглашения и напоминания, например, по телефону или по имейлу, или каким-то другим образом. Некоторые дискуссии и заключения рак шейки матки, скринирование в отношении рака шейки матки должен стать приоритетом в любой стране. Лечение рака шейки, если мы сравним, например, стоимость скрининговых программ и стоимость лечения. Большое количество европейских стран пока не имеют данную программу скринирования, покрывающую так называемые популяционно основанные программы. И, конечно, необходимо продолжать работать в этом направлении. Существуют определенные условия или барьеры, которые являются вызовами для организации должной программы скринирования. У тех стран, где не имеются достойные лабораторные системы, которые могут обеспечить четкий цитологический анализ, цитологическое скринирование, Конечно же, необходимо разрабатывать пилотные проекты. И во многих европейских странах это делается уже сейчас. И демонстрируются пилотные программы. Но все компоненты данной программы должны быть четко выверены. И система тестирования должна быть хорошо адаптирована непосредственно к той или иной конкретной стране. Большое. Будут ли какие-нибудь вопросы? Пожалуйста. Очень практический вопрос вам. Мы знаем, что вы эксперт первого класса по программам скринирования. В России здесь у нас имеется также оппортунистическое скринирование во времена Советского Союза. И мы смогли добиться снижения частоты заболеваемости раком шейки матки. Но сейчас я имею в виду цитологическую структуру скринирования. Практически вот эта вся система цитологического скринирования, она разрушена сейчас. Даже я не буду об этом сейчас наслаждать. У нас, к сожалению, нет недостаточное количество опытных цитологов и гистологов, патоморфологов. Вы описали ситуацию в Словакии. И практически это такая же ситуация сейчас у нас. Но Словакия – это маленькая страна, а наша страна огромная. Что бы вы предложили нам? Я бы лично считала, что нужно сделать следующее. Надо обсудить с нашими коллегами вот этот вопрос. Может быть, необходимо вернуться прежде всего для разработки программы тестирования на вирус папиллома человека. Разработать программу цитологического тестирования. Я думаю, очень важно проводить первичную профилактику. Это прежде всего мы говорим о вакцинации, о программе вакцинации. Также, например, при разработке программы профилактики рака легких у женщин. Это привело к положительным результатам. Ну, необходимо провалидировать вот эти методы, методы вакцинации, методы тестирования на вирус папиллома человека. Понятно, необходимо, чтобы лаборатории были валидированы и обладали сертификатами качества, прежде чем они будут приняты участниками в пилотном проекте. Но я хочу сказать, что программы скринирования для тестирования только HPV, то есть вируса папиллома человека, недостаточно. Например, вам нужно обязательно, как мы говорим, разработать план обучения, тренинговых программ. Например, тренинговых программ для проведения кольпоскопии. Разработать стандарты по проведению кольпоскопии. Эти стандарты должны быть, прежде всего, гармонизированы и отрегулированы. Необходимо достичь соглашения. Например, вот как мы сегодня здесь собрались, что лучше всего сделать. Необходимо разработать эту программу или хотя бы выдвинуть определенный интеграционный план и донести это до административного уровня, до государственного уровня, для того, чтобы создать так называемый интеграционный всеобъемлющий мандат по тестированию. Спасибо большое. Но мне интересно, вы хорошо сделали акценты в своей презентации. У вас есть какие-то комментарии в отношении роли HPV-тестирования о предотвращении развития рака шейки матки? Большинство исследований, которые сейчас проводятся, это в основном рандомизированные исследования, они, конечно же, анализируют существующие тенденции, и они анализируют частоту и объем охвата тестирования. И так называемый самозабор образцов возможен, но во многих европейских странах мы полностью не понимаем, какое мнение существует в женской части населения. Например, вот в Польше, несмотря на то, что они посылают 3 миллиона приглашений на тестирование, все равно только 5, от 5 до 15% женщин, которым присланы приглашения, из этих 3 миллионов приходят на тестирование. То есть нечетко поставлена программа информирования, программа оповершениями. И вот это, я хочу сказать, самозабор – это так называемая дополнительная мера. Необходимо все-таки обеспечить четкую работающую инфраструктуру непосредственно в гинекологическом секторе, как в частном, так и в государственном секторе. Но если мы говорим о самозабранных образцах, то я не думаю, что это будет признано на уровне профессионального медицинского сообщества. Необходимо, как я еще раз хочу подчеркнуть, разработать определенные компоненты программы. Необходимо разработать именно вот эту методику донесения информации и охвата населения. Я, например, гистопатолог. Когда мы говорим о вакцинации против вируса, папиллома человека, скажите, пожалуйста, то вот, например, через какой временной промежуток после вакцинации мы получим положительные результаты? Вот скажите, пожалуйста, как? Какие у вас соображения по этому поводу? То есть, как вы считаете, что будет тенденция к снижению или полностью мы эрадикируем, скажем так, данное заболевание? И когда не надо будет уже проводить скринирование? Прежде всего, необходимо провести программу вакцинации, но только в том случае мы можем оценить результаты, когда когорта тех женщин, которые пройдут вакцинацию, будет составлять до 80%. И что мы пытаемся сделать? Мы пытаемся оценить подход к этой программе скринирования. Прежде всего, я говорю об охвате. Поскольку сейчас наши вакцины, которые существуют, они профилактического характера. Направлены они прежде всего на то, чтобы предотвратить возникновение инфекции HPV. Они не являются лечебными. И что происходит сейчас, если через 20-30 лет, может быть, тогда мы сможем непосредственно совместить уже как профилактический компонент вакцинирования, так и лечебный.